Новосибирск! Вперед к одной! Мы за тебя стоим горой! Настрой был запредельный. В чемпионате тоже тяжелый матч был в Казани. Десятером, целый тайм. Толком не довосстановили. Сейчас еще три игры за 8 дней, через три дня опять игра. Ну, ничего страшного, будем как бы восстанавливаться. Матч Кубка России – та самая история, когда на игру может повлиять настрой, терпение и характер команды. Что болельщики «Динамо» и увидели. Новосибирск явно был выше уровнем, но футбол – штука непредсказуемая. Нападающий «Динамо» Артем Яркин выводит хозяев, на удивление многим, вперед. Второй тайм получился богатым на события. В начале второй 45-минутки Новосибирск счет сравнял. И гости продолжили штурмовать ворота барнаульцев. Момент возникал один за одним, а завершилось это, повторюсь, на удивление многим. Двумя голами «Динамо» Фоминых и «Леонов» делают счет 3-1 в пользу хозяев. Футбол игра такая, что для кого-то горе, травма, а кому-то это шанс себя проявить. Даже видя 3-1 могли 3-3, 4-3 проиграть. Я, честно, даже не могу сказать переломный. Тут 3-1 вроде бы все, а тут, как видите, через минуту пропустили 3-2, еще два момента. Ну, я не знаю. Богдан Карюкин – отдельное спасибо. И действительно, если бы не страшворот «Динамо» в лице Карюкина, не видать было бы бело-голубым победы. Финал матча вышел валидольным. Новосибирск счет сравнял 3-3, но судьи углядели положение вне игры. Как итог «Динамовцы» забирают тяжелейший матч 3-2. Обидно то, что дорога, жара, потратили так много сил и все впустую, создав, я не знаю, сколько уже сбил со счета, 15 делевых моментов. Ну, не всегда, как и в жизни, так и в футболе, тем более, не все под логике поддается. В следующей стадии «Динамо» сыграет на расстоянии 6000 км от Барнаула. Команда отправится во Владивосток, где будет выяснять отношения с местным «Динамо». Игра запланирована на середину сентября. Ну что, случится ли вновь барнаульский фурор? Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком.